И всем привет, ребят! С вами Сарвангель, я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен, конечно же, обзору новых обновлений и введений, которые появятся у нас уже с завтрашнего дня в игре. Сегодня у нас четверг, 4 часа дня, ну и это абсолютно, целиком и полностью дефолтное время появления новостей в нашей игре. Многие говорили о том, что есть шанс, что у нас появится уже новогодний ивент сегодня. Я имею ввиду именно анонс и завтра уже начнется что-то интересное, но нет, новогодний ивент скорее всего начнется через неделю. Ну а завтра у нас стартует новый ультра уикенд, я вот сейчас нахожусь на вкладке списка новых обновлений, обновляю страницу и вижу, что нового списка обновлений у нас в этой неделе нет. С одной стороны, это я могу объяснить тем, что сейчас у нас проходит финальная часть четвертого сезона, либо его еще можно назвать межклановый чемпионат. Межклановый чемпионат, поэтому разработчики не сделали никакие изменения в балансе, дабы не было каких-то новых введений, изменений, баланса и дабы не усложнять наверное все это дело и всю эту ситуацию. Поэтому списка обновлений у нас нету, скорее всего он и не выйдет сегодня, потому что уже у нас 4.12, это значит что время, в которое должен был выйти этот анонс списка обновлений уже прошло. Но зато у нас появился ультра уикенд, очередной ультра уикенд с повышенными голдами фондами, но голдов у нас тут нету, тут я немножко оговорился. У нас в очередной раз появляется спец режим на песочнице ремастер, тот самый спец режим, который мне если честно понравился, который был на прошлой неделе, но его уже немножечко модернизировали. Защитник модулей так и нету, дронов нету, прокатчик нету, даже голдов нету в этот раз, зато включены овердрайвы, ну и здесь почему-то не написано разрешены ли здесь устройства, про устройства нет никакой информации, но я так понимаю, что скорее всего они тоже отключены. Если бы устройства были бы, плюс есть овердрайвы, можно было бы очень круто поиграть на диктатора страйкере, но если же овердрайвов не будет, то так же как и в прошлый раз, я думаю, что будет очень и очень сильно преобладать легкие танки. Ну и это, наверное, больше формат не фарма кристаллов и безумно каких-то больших цифр, это больше, ну такой чил, чил, да, без дронов, теперь правда уже с овердрайвами, ну и у всех игроков есть возможность сразу же получить МК-7 модификацию. Модификацию из того, что здесь написано, все корпуса и пушки имеют одинаковую модификацию МК-7, либо же, нет, наверное, немножко не так, то есть если у вас МК-8 прокачка, то будет МК-7, а вот если у вас МК-4, МК-5 прокачка, будет ли у вас МК-7, вот этого я уже не знаю, но, наверное, будет, наверное, будет, я думаю, что да. Ультраконтейнеры появляются, появляется у нас новое устройство на Твинс, каждую неделю теперь у нас по одному устройству новому выходит, на прошлой неделе был Криатрон, это устройство с заморозкой на Критах на Твинсе, ну и выходит Магнетрон, но что за устройство, я пока что не знаю. Может быть это оглушение, может быть это пробитие, может быть это Эмми, да, то есть что-то из этих трех вариантов будет у нас. Также появляются специальные миссии, в очередной раз с 7 ультраконтейнерами и 5 обычными контейнерами, 2 спецпака с 15 ультраконтами и с 250 ультраконтами, ну и двойные фонды и опыт. Так что все, кто нуждается в кристаллах, все, кто копит на какие-то интересные приколюшки к Новому году, то мой вам совет, поиграйте, поформите кристаллов, потому что уже на следующей неделе официальный старт новогоднего ивента. Я уже в этом уверен практически на 100%, ну дам свой предикт, пусть будет 97%, да, то что уже на следующей неделе у нас все стартует. Поэтому формите кри, да, ничего конечно сверхъестественного здесь нету, рассмотрю я вот этот вот замечательный специальный режим, если есть желание, напишите в комментариях, то может даже завтра успею быстренько записать, залить видеоролик. Пишите, что вы думаете по этому поводу, ну и пишите, что вы думаете по поводу вот этих вот замечательных специальных предложений, которые у нас из ряда в раз, ну ничего такого интересного не предподносят, да. Может быть у вас есть какие-то интересные мысли по всему этому делу, но списка обновления так у нас и нету, поэтому такой коротенький видос. Поддерживайте видос лайком, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Но у меня на этом все, всем спасибо и всем пока.